Подробнейший урок по самому модному макияжу со стрелками для нависшего века. Подпишись на меня, ведь я очень полезная. Начинаем с того, что прорисовываем межресничную линию и подводку. Подводка отличается от межресничной линии тем, что межресничная линия находится между ресничек. А подводка это то, что идет над ресничками. Это, можно сказать, тело стрелки без хвостика. Обязательно самую толстую часть делаем на изломе. Вот у меня излом века, это значит, что между подвижным и неподвижным веком есть складочка. И эта складка ломает классическую стрелку, поэтому классическая стрелка мне недоступна. Это один из признаков нависающего века. Как мы обманываем этот излом? Мы нарисовали самую толстую часть нашей подводки, а теперь выводим направляющую стрелки. Как мы выводим стрелку по классике? Мы находим линию нижнего века и просто продолжаем ее вверх. Но так как глаза у меня немножко асимметричные, и если я обе эти линии буду выводить, исходя из направляющей, то стрелки у меня получатся очень и очень разные. Поэтому я делаю хитрость. Я вывожу не линию из направляющей, а делаю сразу верхнюю линию. Она горизонтально полу. Очень важно максимально расслабить глаза, когда вы рисуете эти линии. Ни в коем случае не поднимать века, не оттягивать его. Потому что в расслабленном состоянии, в каком вы и будете большую часть времени не около зеркала, прямая линия, которая нарисована на поднятом веке, очень сильно ломается. Нарисовали прямую направляющую, а теперь выводим нижнюю линию. Как я уже говорила, ориентируемся на продолжение нижнего века. Когда я закрываю глаза, стрелка получается у меня оторванной от подводки, от тела стрелки. И мне теперь нужно их соединить. Очищаю кисть от подводки и еще раз прорабатываю ее краешки. Лучше всего такие стрелки смотрятся, когда вы томно прикрываете глаза. Но это, конечно же, еще не весь макияж. И это только черновик, только наметка. Я беру палетку Коронация от Тами Тонока. Беру вот этот фиолетовый дуахром и наношу на подвижное веко. Беру растушевочную кисть, прохожусь по границе. А теперь давайте оценим наш макияж. Насколько сильно у вас нависает века и насколько сильно вам это мешает. Хочу заметить, что 90% самых красивых женщин мира имеют нависшее веко и это ни капельки не портит их лицо. Поэтому стесняться нависшего века точно не стоит. Но если вы хотите его немножко прибрать, то берем вот такой вот оттеночек, небольшую кисть, свое нависание чуть-чуть прикрашиваем. А потом снова возвращаемся к растушевочной кисти и все это тушуем. Беру снова плоскую кисть-язычок, набираю самый темный оттеночек и прорабатываю им свою стрелку. Аккуратненько размыливаю границы так, чтобы стрелка смотрелась очень мягкой. Обратите внимание, что если кожа не супер упругая, а достаточно мягкая, ну например, как у меня, то это делает визуально кожу более гладкой и упругой. У каждого визажиста есть свои секретики. Я поделюсь с вами своим секретом. Я беру сатиновую тональную основу от Crystal Minerals и упругую небольшую кисть-факел. Набираю тональную основу на кисть и прорабатываю сначала восходящую линию под своей стрелкой. Немножко прохожусь по консилеру под глазами, чтобы его закрепить. И прохожусь немножечко остатками средства на кисточке по своей растушевке, чтобы сделать ее более чистой и аккуратной. Я предчувствую ваш вопрос, как оформлять нижнее веко. Если макияж верхнего века является более-менее универсальным и подходит большинству женщин, то макияж нижнего века это очень индивидуальная черта. И надо работать с формой очень индивидуально и внимательно. Поэтому в таких быстрых уроках я не могу дать универсальный совет, как всем женщинам красить нижнее веко. Поэтому эту часть макияжа возьмите на собственную ответственность и покрасьте в своем вкусе. Мне в этом макияже не хватает уже моей, наверное, фирменной черты. Это подсвеченного цветного уголка. Я беру свою любимую палетку от Амитонука Купание Чародейки. Беру фиолетовый оттенок небольшой кистью и прокрашиваю уголок глаза. Девушка с таким макияжем точно не смешается с толпой. И осталось добавить главный ингредиент макияжа – ресницы. И чтобы не испортить наш великолепный макияж, обязательно держите зеркало около подбородка. Смотрите вниз, и тогда реснички не будут соприкасаться с веком и не испачкают наши тени. И вот такой результат у нас получился. Оцените его в комментариях от 1 до 10. Если это видео вам понравилось, то, пожалуйста, поделитесь этим видео с близкими людьми, которые учатся делать макияж. Я надеюсь, что им будет тоже очень полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!